Действительно приятно, что такие дискуссии проводятся обмен мнением, обмен опытом на такой, как мне кажется, очень позитивной, конструктивной ноте. Мне кажется, что такой обмен способствует движению, продвижению и утверждению каких-то передовых, или может быть не самых передовых, но эффективных идей. Вообще, знание и успешность – это обмен. Если есть обмен, если вот это движение вперед, а если его нет, и мы как-то конкурируем на уровне идей и скрываем их, это просто застой. Вот выступление многих ораторов и отбора выступления была затронута такая тема, что нам тяжело конкурировать с внешним миром, потому что мы находимся в заведомо-проигрышной ситуации. Мы не имеем прямого доступа ни к финансовым, ни к экономическим институтам. Многие наши инициативы, которые так или иначе связаны с внешнеполитическим фактором, блокируются или осуществляются попытки их блокирования. И, конечно, это осложняет жизнь. Но, честно говоря, прям вот так вот все списывает на эти проблемы и объяснять наши какие-то неудачи или вот и застой, а он очевиден, да, вот этим фактором полностью, наверное, неправильно. Да, в этом направлении пускай работает государство, пускай оно продвигает наши интересы, защищает на разных уровнях, разных площадках, но здесь внутри есть ресурсы, как мне кажется, и все это подтвердили в своих выступлениях, которые надо использовать, надо задействовать, делать так, чтобы наша экономика, наша работа, разные отрасли, хозяйства были более эффективны. И, естественно, надо применять вот это новое знание, то, что мы называем новые технологии, цифровые технологии и так далее. И вот в этом отношении, мне кажется, что очень важную роль, может быть, даже ключевую роль в отношении государства и производителей вот этих вот этих сервисов цифровых должно играть государство. Мне кажется, оно должно оказывать прямую поддержку бизнесу и инициатив, которые содержат вот эту инновационную составляющую, инновационную фактор. Как это делать? Это, наверное, надо осуществлять какое-то агентство, которое будет рассматривать, обсуждать и продвигать, в том числе и финансово поддерживать такие инициативы. Ну, наверное, я так полагаю, подавляющее большинство таких инициатив будет исходить от молодежи, то есть от людей, которые получили новое образование и которые хотят себе реализовать в какой-то сфере. Не важно, чего это будет касаться, это может быть и сельское хозяйство, это может быть и сфера услуг, и бизнес, и транспорт, и общественная безопасность, и государственные, и муниципальные услуги, и, собственно говоря, IT в чистом виде, вот молодой человек говорил. То есть этот сегмент рынка тоже нельзя забывать, он очень бурно развивается, и он может принести существенные доходы в конструкцию. Вот этот сектор, государству нужно, вот особое, что ли, внимание, инновационность, инновационная экономика, но не делать удивленный вид, когда ты приходишь и говоришь, вот, или там молодой человек, или девушка, что мы хотим это, это, и не говори, там, ария баку, хараха баку, вот это, понимаете? Наоборот, давать зеленую дорогу. Это первое, что хотел бы сказать. Второе, вот Завру Шалашава говорил по поводу научной составляющей, практической, может быть, теоретической составляющей вот этого общего процесса развития. Да, есть закон, там, определенные 3% от госбюджета на науку, но это вообще никогда не осуществляется, по-моему, не осуществится. А науке нельзя отрывать от других инновационных процессов. Все инновационное, что происходит в мире, то, что вы берете на вооружение, оно в любом случае должно опираться на науку, которая описывает местные специфические условия. Здесь такой сундиоз должен работать, тем более, если это касается каких-то практических вопросов, например, сельского хозяйства, да? В этом отношении государство также должно поддерживать вот эти научные разработки, инновационные разработки, инновационный вклад в экономику. Наверное, это надо на каком-то грантовом уровне, так как это везде во всем мире пьет. Это, кстати, вот, как вы помните, да, и Ахра, то, что, я сейчас не помню, в 16-м или 15-м году, была вот такая попытка, и около 10, по-моему, проектов научных наших, в основном молодых ученых в разных сферах, они получили грантовую поддержку бюджета. То есть это было прямое финансирование, и, если я не ошибаюсь, они достаточно успешно прошли. Там был, да, хороший результат. Это была программа на три года. Вот откуда, да. Ах, Мария Ильич, а как сделать, вы выгодите 3% на науку? С этим никто не спорит. Вот вы сейчас отправиваете 3% на науку. Но вот та наука, которая есть сегодня, и та система образования, она же не прикладная вовсе, вообще не прикладная. Вот как нам сделать, чтобы, направляя люди деньги, они не ушли на какие-то... Мороший вопрос. Как сделать это прикладным? Потому что наука, мы же в советской парадигме, да, в коммунистической, это одна. Ну, вот западная часть, там наука очень прикладная. Государство субсидирует лишь те направления, которые не дают дохода. Это уже развитие личности. Но вот институт сельского хозяйства, например, в Абхазии. Представите. Вообще, вот такое жесткое деление на прикладную и теоретическую науку, ну, может быть, оно не совсем оправданно. Может быть, стоит говорить о той науке, которая может эффективно отдавать в краткосрочные, среднесрочные перспективы свой продукт в какие-то конкретные области экономики или образования, скажем. Как-то вот так вот. Но для этого существует хорошо пробированный способ. Вы формируете, ну, скажем, на базе Академии наук какую-то компетентную комиссию. Включаете туда представителей Министерства финансового, представителей парламента. Помните, вновремя у нас похожая комиссия была. И рассматриваются эти проекты. И просто те, кто выигрывают, там есть какой-то определенный ограниченный бюджет. И этот бюджет расставляется между этим проектом. И следующий год может выиграть другие проекты. Таким образом вы подпитываете не только собственное развитие и собственную экономику. Вы подпитываете людей, которые поехали, получили образование, приехали. Они хотят реализовать свой потенциал здесь. Может быть, потенциал через эти проекты реализуется не в следующий год, не через два года, а может через 10 лет. Но я вас уверяю, что выхлоп от этого будет такой, что просто никакими, даже инвестициями подпитывать не сможете. К чему я вот это все связываю с государством? Конечно, встает вопрос, где взять средства на поддержку такого бизнеса, поддержку инноваций, внутренние инвестиции своих ресурсов. Откуда это взять? Ну, по-моему, надо осуществить просто тотальную нормализацию нашего государственного аппарата. Боливар не вытянет ни двоих, ни троих, ни четверых. Мы не в состоянии тащить такую ввоз чиновников разного уровня, которые вообще подавляющим, не знаю, процентам вообще ничего не делают. Этот слой людей тоже быть заменен формализованными принципами контроля, мониторинга, управления и принятия решений. То есть вот тех самых, а те технологии, но уже на этом государственном уровне. Понимаете как? Мы должны, просто обязаны использовать все то новое, что есть в мире.